Эпидситуация остается напряженной. Медики работают на износ. В красной зоне круглосуточно дежурят врачи, медсестры и санитарки. В основном в ковидное отделение попадают пациенты пожилого возраста. Впрочем, в последнее время регистрируются случаи, когда в стационар попадают даже дети. Тему продолжит Катрина Тайбарей. В момент прихода нашей съемочной группы в стационар поступило два новых пациента. Их незамедлительно приняла и приступила к осмотру врач Елена Долинко. Тем временем ее старшая коллега, главный внештатный инфекционист Елена Микушева проводит обход других пациентов. Работы много. В ковидном отделении занята большая часть коек. На лечении полсотни человек. То есть это неплохая сатурация. В общем-то хорошо. Я 22-го вызвал такие объекты. Она меня посадила. Я сделал тест. Елена Микушева – высококлассный специалист своего профиля. Пришла в профессию в 1987 году. За плечами 34 года стажа работы с самыми разными инфекционными больными. Я имела возможность пообщаться с инфекционными больными разного профиля. Поэтому страха у меня нет никакого. У меня изначально страха не было. Мы были первой бригадой, которая зашла работать с ковидными больными. Самая первая больная – это была наша пациентка. Сложность и специфика работы в ковидном отделении в том, что больные нуждаются в постоянном внимании и заботе. А сам вирус постоянно мутирует. Появляются новые симптомы и непредсказуемые течения болезни. Ковид стал коварнее, намного коварнее, агрессивнее. И полиморфность проявлений клинических. То есть, если мы раньше знали кашель, допустим, одышка, то сейчас может даже диспептические расстройства, рвота, тошнота у пациентов, нестабильные скачки давления, давления, температуры. Это все присутствует. И прогрессивно они ухудшаются. Вот если раньше все равно как-то больные были постабильнее, полегче вели, то сейчас очень высокий риск еще осложнений. Тромбоэмболических осложнений высокий риск, кардиологических осложнений. И этим обусловлена большая, я думаю, смертность. В красной зоне работают врачи, медсестры и санитары. Смена в стационаре длится 12 часов. 80% времени работники проводят с пациентами. Лекарств и оборудования для лечения достаточно. Из девяти аппаратов искусственной вентиляции легких занято семь. Все истории болезни врачи заполняют в электронном виде. Из красной зоны в зеленую ничего не переносится. Больные продолжают поступать. По словам медиков, большая часть из них не вакцинированные. Вакцины эффективны и пациенты более легче переносят. То есть, вакцинированные пациенты, они легче переносят заболевание. Бывают случаи, что, да, вакцинированные тяжело, но это, наверное, единицы. В основном легче переносят. И, наверное, к нам не поступают частично. То есть, в основном лечатся дома амбулаторно-вакцинированные пациенты. В основном причина осложнений у вакцинированных пациентов – это сопутствующие патологии. Я могу сказать точно, что наличие сопутствующей патологии обуславливает осложнение, которое потом возникает после коронавирусной инфекции. Елена Легарева – медсестра. Также каждый день рискует жизнью ради спасения ковидных пациентов. В красной зоне девушка работает уже месяц. Соглашается, что работа нелегкая. Особенно в эмоциональном плане. Пациенты лежат тяжелые. Эмоционально тяжело работать на самом деле. Пациенты нестабильные. Они могут как… резко ухудшаться могут. Абсолютно вот, допустим, ходят нормально, и вот резко у них может ухудшаться состояние. То есть, им нужно постоянное наблюдение, полосуточное. Привычный рабочий день медсестры начинается с облачения в специальный костюм. Далее – выполнение назначений врача. ЭКГ, забор крови, ингаляции, измерение температуры и сатурации, перевязки и так далее. Пациенты замечают старания медицинских работников. Елена Легарева отмечает уважительные отношения и понимание. Пациенты, да, они уже узнают в костюмах и относятся очень уважительно. Пациенты благодарные на самом деле. Нет такого, чтобы они там грубили и еще что-то. Очень хорошие, добрые, благодарные пациенты. С пациентами нашей съемочной группе лично пообщаться не удалось. Но, по словам медработников, они удовлетворены содержанием в отделении. Устраивает, выполняю и питание, и уход. Недовольных пациентов я еще пока не видела. Эпидобстановка в Нейнском округе, как и по всей стране, оставляет желать лучшего. По сравнению с прошлым годом заболевшие молодеют. У нас поступают и дети, чего раньше не было, да? Причем не один ребенок, как вот где-то вот было, что один ребенок там в течение какого-то времени. У нас одновременно поступало в день по несколько человек детей. У нас поступают и пожилые люди, у нас поступают люди среднего возраста. Вот такого какого-то особого описания потока я вам сказать не могу. Любой человек может заболеть, и любой человек может попасть в наше отделение. На данный момент в Нейнской окружной больнице развернуто 69 коек. Впрочем, ковидное отделение расширяется. Оборудуются дополнительные палаты для тяжелобольных. Введем кислородную систему, монтаж консолей, клапанов. Для больных, получается, подача будет в конце месяца, может даже уже в середине. Ускоряется работа, идет пайка. Основной монтаж заканчивается, остается самое главное – это консоли. Помощь нам оказывается, но стараемся все для больных. Сейчас в отделении обустраивается палата, оснащенная кислородными консолями для двух пациентов. В планах расширить отделение, оборудовать дополнительные палаты. Медицинские работники призывают население беречь себя, не заниматься самолечением и соблюдать противоэпидемические меры. Катрина Тайбарей, Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал Север.